Мы от традиции встречать утро вместе, как вы понимаете, не уходим прямо сейчас с Настей и поговорим. Итак, Настя, доброе утро. О чем вы будете сегодня говорить, что у вас на повестке дня? Доброе утро, коллеги. Письмо Деду Морозу мы написали давно и всем нашим дружным коллективам. Попросили, конечно же, счастья, творческих успехов, но в первую очередь здоровья. И поговорим мы сегодня об этом с директором Евпаторийской станции скорой помощи Виталием Владимировичем Мазиным. Здравствуйте, Виталий Владимирович. Расскажите, как часто люди травмируются перед Новым годом, во время новогодних праздников и почему? Ну, на счастье, по нашей статистике травмирование сейчас гораздо реже, чем было раньше. Почему? Потому что люди, может быть, более ответственно относятся к этой ситуации. Родители смотрят за детьми, хотя могу сказать, что в этом году были уже две травмы. Петарды взорвались в руках. Но это, скорее всего, не по причине некачественной петарды, а, наверное, скорее всего, просто люди не почитали инструкцию. Казалось бы, это там просто раз, хлоп, поджег и поставил. Ведь нужно отойти на безопасное расстояние, соблюсти какие-то меры безопасности, отвезти детей подальше. То есть ситуация-то была. Поэтому, ну, по-статистике, травмы количество уменьшаются. Но все-таки из-за пиротехники люди травмируются. Травмируются, да. Ну, это в этом году было даже, кстати, двое взрослых и даже не дети. Ну, несколько лет назад были на театральной площади у нас проблемы. Там ребенок тоже травмировался. Но, ну, в целом, могу сказать, что вот фу-фу-фу, не хочу сглазить. Положительная динамика. Бывает такое, что травмируются не из-за того, что не соблюдают меры безопасности, а потому что были некачественные сами петарды? Ну, по качеству не могу сказать точно. Скорее всего, здесь, наверное, несоблюдение минимальных условий для использования. Любой прибор необходимо использовать его правильно. То есть, насколько я... Я тоже купил петарды, тоже буду использовать новые. Ну, как же без них. То есть, нужно поджечь, отойти. Там написано расстояние. Второе. Необходимо соблюсти, некоторые петарды ставятся на какую-то подставку, на опору, чтобы они не могли упасть. Потом нельзя в никаком случае держать в руках. Ну, кто хочет подержать в руках, обычно есть пневматические, которые за счет-то сжатый воздух. Они абсолютно безопасны. Потом, опять же, нужно учитывать погодные. То есть, может быть, мокро, ветер, неправильно поставил, на какой-то камушек прижал. Вообще, конечно, это вещь здоровская, но нужно соблюдать правила. Виталий Владимирович, наверняка это не единственная причина, по которой скорую помощь вызывают в новогодние праздники. Да, увы, не единственная причина. По нашей статистике, особенно 1, 2, 3 числа количество вызовов возрастает. В основном, это за счет того, что люди готовились к Новому году. Погатали шикарные столы. Ну, всячески старались удивить гостей, удивить себя, близких родственников и так далее. Ну, и переедают, переедают, бывает, злоупотребляют алкоголем больше, чем надо. И потом, когда организм готовился к Новому году, он как-то соблюдал минимальные там, да, для здоровья. А потом, как говорится, эй, раздайся, душа. И он по Новый год, особенно 1-2 числа, влезают все эти проблемы. Ну, и второе, то, что если вы приготовили пищу, ну, не наготавливайте ее на год впрок. Скушали ее, поздравили соседи, сходили в гости. Не дайте вы салаты, которым там 3-4 дня. Ну, это опасно, даже если вы храните их в холодильнике. Ну, наверняка еще у нас очень распространенная проблема, наверное, такая у женщин. Нужно встретить Новый год в идеальной форме, нужно действительно сидеть на диете, ничего не есть, там, месяц перед 31-м числом, как правильно повести себя в этом случае, как правильно выйти из диеты, так, чтобы точно все прошло хорошо. Ну, я сторонник не то, что, скажем так, диета. Питание должно быть рациональным. То есть нельзя полгода готовиться, или там месяц, да, к празднику, а потом, как говорится, все, 31-го числа, диета закончилась. Если ожидается день рождения, какой-то юбилей, какой-то праздник, особенно новогодний, да, нужно постепенно входит, то есть постепенно готовиться к нему. Чуть больше съешь, чуть больше того, чего ты, допустим, берегся раньше, чуть больше добавил, то есть постепенно. А когда, говорится, не ел, не ел, а потом увлекся, ну, это будет плохо. Соответственно, еще надо смотреть на погоду. Люди пожилые, особенно у них, ну, стрессовая ситуация. Праздник – это всегда стресс, положительный стресс. Забывать за таблетки, бывает, забыл выпить. А потом, а не сейчас, а пошел в гости с собой, не взял. Человек, когда принимает, допустим, гипотензивные, ну, Новый год, Новый год, надо все равно принимать. То есть забывают об этом. Дальше положительные эмоции, дрянь выделяется. Человек переживает положительно, давление поднимается. Ну, такие случаи нас вызывают чаще. И простудность, слава Богу, нас тепло, дай Бог, что больших морозов не было. Урови нас, фу-фу-фу, говорится, в этом году не сильно нас раздражает. Но все равно, вот это тоже возможно. Люди выходят разгоряченные, на улицу, в рубашках, ура, праздник. А потом ангины, бронхиты. Виталий Владимирович, я предлагаю очень коротко выделить три основных правила, как привестись в новогодние праздники так, чтобы скорую вызывать не пришлось. Ну, во-первых, спокойно. Раз. Второе. Личная безопасность окружающих и безопасность должна соблюдаться. Третье. Принимайте препараты, соблюдайте их дозировку, соблюдайте их время приема. Четвертое. Не переедайте. То есть старайтесь вести обычный образ жизни. То есть сохраняйте правила. Пятое. Смотрите за детьми. Детишки есть разные, детишки есть шустрые, спокойные. Смотрите за ними. Несмотря на праздники, дети могут шалить. Поэтому смотрите за ними в оба глаза. Спасибо большое, Виталий Владимирович. Я добавлю от себя, что праздники нужно провести обязательно и безопасно, но главное все-таки весело. Коллеги, расскажите, какие у вас уже планы на Новый год? Планы огромные. Рассказывать не буду. Это секрет, потому что касается этой работы. Возможно, и с коллегами мы проведем небольшой корпоратив. Может быть, и с коллегами из наших филиалов также. Поэтому обо всем узнаем чуть попозже. Пусть пока будет в секрете. Тем не менее, Настя, вам спасибо огромное за такие новогодние советы. Советы очень полезные. И советуем всем нашим телезрителям, товарищам телезрителям, к этому обязательно прислушаться. Напоминаю, что на связи был Евпаторийский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Анастасия Крапивина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова